всем привет в это видео я хочу показать свои эпифринарии которые у меня распустились я их покупала под одним видом дабы фринария харрисона но я очень сомневаюсь что это один этот же вид так как вот этот желтый вариант он похож на него но розовенький вариант у него бульбочки совсем другие хотя запах у цветков одинаковые неприятные хотя я читала что одна из бифринарии которая очень приятно пахнет это бифринарии харрисон не знаю я не чувствую приятного аромата не этот аромат который сейчас издает цветочки он очень неприятен он как искусственный не могу передать стараюсь держать дыхание сейчас я вам покажу желтый вариант он более похож на на этот вид на свой вид так как у него и похожи и бульбы и форма цветочка но второй вариант он совсем не похож хотя запах у них одинаковые я уже сказала желтый вариант у меня цветет на протяжении двух-трех лет постоянно бифринарии я не замечала чтобы они цвели обильно они не прорастаются старых бульб в этом году у меня два цветочка вот второй бутон который еще не раскрылся в этом году она чуть-чуть поменяла краску у нее вот такой темненький ободочек появился вот второй цветоносик был третий цветонос но он отсушился пипеточка который уже сухая тут же бифринария распустив такие прекрасные цветоносы тут же она гонит новые росты от 1 2 где-то я еще ты видела 3 корзину меня практически разваливается у меня этой посадке очень много лет лет шесть как вы видите субстрат у меня не развален так как я держу ее намного суше чем положено но они уже под меня адаптировались и чувствует себя нормально второй вид уже вас с ним познакомила этот вид в этом году меня очень порадовал это первые первый цветонос с того появления как она у появилась покупала я ее вот этих трех деток как вы видите была небольшая адаптация бульбочки маленький и по нарастающей она у меня вот так вот развивалась да это еще два цветоносика она мне решила порадовать первым цветением обильным цветением и вот так по нарастающей она у меня развивается до сих пор как вы видите то же самое она цветет и гонит новые росты тоже держу ее более сухо желательно конечно и держать повлажнее вот еще новый ростик запах конечно неприятный он не сильный но так вот на таком расстоянии как я снимаю видео запах чувствуется этот вид бифренари единственный который растет на открытом солнышке и который переносит экстремальные температуры растет она на скалах цепляясь корнями за трещины скалах и и находясь на месте сильно обдуваемым ветром летом я их содержу на открытом солнышке буквально на палящем солнышке стараюсь конечно сильно не пересушивать ну конечно часто поливать у меня не получается и они у меня просыхают и стоят довольно долго они сухими зимние температуры я их содержу до от плюс 7 и дневная до плюс 18-20 летом у нас была аномальная температура как я уже говорила до плюс 45 орхидеи очень хорошо это перенесли особенно вот этот вид и как вы видите он мне процвел я покажу вам последствия находясь находящиеся на открытом солнышке вот этот цвет боль и когда я выношу на солнышко бульбы меняет окраску они становятся такими ярко-желтыми насыщенно желтыми и при сезоне дождей находясь находясь у меня в корзина за балконом они очень хорошо гонят корешки очень хорошо развиваются если честно сказать это орхидея она не любит сильных просушек ну ну также не любит болото и нужен постоянно влажный субстракт просушки конечно должны быть нос но совсем незначительные кормить я их стараюсь почаще так как я поняла что это хорошие обжоры от лишней и подкормки они не отказываются очень благодарят новыми ростиками наращиванием бульб бульб хороших бульб вот можно увидеть здесь вроде бы она хорошо переносит здесь вроде бы как вы видите я очень нравится эта посадка такой горшок здесь она начала мельчать бульбы мельчать бульбы я думаю что все таки здесь идет истощение грунта также мне надо пересаживать так уже разваливается корзина сидит она у меня такой посадки уже довольно долго уже покупала совсем небольшую так она мне разрослась по своему опыту находясь и выращивая этот вид орхидей я заметила что к пересадкам к делениям они очень негативно относятся они очень долго адаптируются если при делении не создать хорошие условия то орхидея может погибнуть у них вроде и где-то я видела вроде и вот такие толстенькие хорошенькие корешки но они очень нежные даже если деленка попадаются с хорошей корневой системой не создав ей благоприятные условия ее можно потерять или ждать адаптации очень долгие годы такой красивый как бабочка могу надо любоваться растение сама очень интересная при такие вот маленьких размерах у него такие огромные цветочки они не превышают длины листьев вид этот очень похож по строению цветочка нам акселярии чем-то похож уже у них очень интересная вот такая вот форма цветка здесь тоже можно увидеть вот такая пипеточка сам покажу цветоносик не раскрывшийся он уже вот-вот должен раскрыться завтра так послезавтра мне очень нравится этот вид из-за своей необычностью из-за своего трепетного отношения к себе мне очень нравится узнавать орхидеи искать свой подход к ним я бы сказала что это не знаю кому как но для меня это не легкая орхидея можно сказать она капризно если не создать благоприятные условия не знаю совсем вот совсем по моему два разных вида даже форма цветка губа надо искать одно хоть не одинаковый вид мне прислали мне не повторялось то у меня есть два вида орхидеи которые я выращивала под одним названием а про цель я не у меня теми видами которые у меня есть сейчас у меня получается две пары двойных орхидеи листики эти пятнышки это у меня от пребывания на свежем воздухе я хочу попробовать в этом году не выставлять их на балкон а просто так как выставив их на свежий воздух когда наступает у нас жара и и повышение температуры очень высокая приходится бегать за ними чуть ли не каждый замачивать и поливать и я их решила оставить в этом году на ярком солнышке но за стеклом здесь на балконе посмотреть что будет я думаю что у меня она процветет и не получит сильный стресс так как вот этот вид первый раз у меня просвел на этом же месте дал первый цветоносик никакого стресс тресняка я ему не устраивало посмотрим сезон дожди конечно я их выкину на улицу так как дождевая вода по моему лучшего полива не найдешь посмотрите какая красотка губа ладно буду я с вами прощаться я вам не рассказала во что посажена посажена у меня у меня эти орхидеи в корову мелкой фракции и сверху мох также также там добавлена была минеральная подкормка но с годами она уже иссякла вот эту орхидея буду пересаживать думаю куда бы присадить вот такой вот раскидистую делите ее не хочу люблю огромные кусты не знаю что бы сделать чтобы придумать все спасибо большое за просмотр до свидания